Хрупкий мир юных девушек изображен на картинах Натальи Исюзевой. Ее выставка «Девичьи игры» открылась в Самаре в пятый раз. На полотнах художника из Пензы «Сказка о юности». А такой мечтает каждая девочка. Средневековые роскошные платья, рыцари и драконы. Эксперты говорят, картины близки направлению неореализма, главная тема которого – побег в сказку от реальности. «Девичьи игры». Потому что это такая большая тема, неисчерпаемая абсолютно для меня. И как с детства девочки играют, принцесса в одежку, в женихов. Так они и дальше продолжают этим заниматься. Такие же образы у девочек, такие же романтичные, как там 18-19 век. Красота необыкновенная. Первая выставка Натальи Исюзевой прошла в Самаре семь лет назад. Она выставляла картины вместе с работами подруги Натальи Шепелевой. Успех вдохновил художника на развитии темы «Девичьи игры». Коллекции картин постоянно пополняются новыми работами. «Жмурки» – последний из них. Художник на самом деле удивительный. Пишет сюжет. И главными героями этого сюжета, как правило, являются девочки и женщины. Со своими тайнами, секретами, со своими забавами, со своими играми. Это всегда очень интересно. И, в общем-то, это у нее получаются целые такие опусы, целые собрания таких работ. Символизм – направление в живописи на рубеже 19-20 веков. Сейчас оно получило новый импульс. Наталья Исюзева успешно работает в этом направлении. «Оно жило сказкой, это искусство. Как говорил Борис Ахмусата, когда меня страшит жизнь, ужас бытия, я стараюсь убежать в сказку на необитаемом острове. А порою мне кажется, что героиня Наталья Исюзева напоминает мне неточку незваного. Они как бы из других эпох. И есть такая вот какая-то хрупкость в этом образе, потому что этот образ, он тоже стремится противостоять ужасам бытия нашего глобального урбанистического мира». 55 картин неореализма в Вавилоне. Выставка только начала работу и закроется в конце октября. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Продолжение следует...